что такое паразитизм люди лезут вам перед что такое вампиризм где его истоки и причины следствия что это вообще такое ну принципе если физической точки зрения это разница давления они приходят пустые естественно там где больше начинает перетекать а почему они пустые бочки дырявые так это во первых а во вторых а почему у них такая идея чтобы не воды попить в кране а твою кровь то им сказал или не сказал что нет а и можно себя отрегулировать собой поработать обязательно нужно кого-то убить вампирить это все ну большинство случаев это неосознанно вообще происходит ли она почему это неосознанно не намерена такая жизненная парадигма у него то откуда он в такая жизненная парадигма система так воспитала а система что как где в системе в этом прессинге прессы слова слова прессинг это вот сами где вот эта идея в ампиризме почему она такая транслирует и как это происходит и общей телевизор не смотрю не знаю что там происходит да прекрасно первых ты смотришь во вторых вокруг все смотрят коллективные бессознательные этих тоже посмотреть достаточно и по телевизору тоже еще и кроме телевизора где-то происходит где кроме телевизора идея в ампиризм транслируемые в мозге просто как крестом штампуют и ритуальные магические всячески не пойму на что не могу определить по сканирую идея в ампиризм можно забрать у другого делать херню по-прежнему кто-то отстрадал чтобы ты делал херню дальше идти и жертвоприношения питья крови через фильмы что ли когда я ходу появилась в обществе капитализм так в том числе да не процент дал 100 рублей в экономику взять 105 получается пять процентов или десять десять процентов должны банкротиться но об этом ты не знаешь судный процент идея тоже в ампиризма та же самая в экономике тоже есть можно наколоть ближнего и тебе за это ничего не будет типа маркетинг да еще самый масштабный проект вампиризма религия ура это просто краеугольниками с которого все начиналось который всех загонять что там религия возьмем но для начала христианство да основной обряд у них причастие бьют кровь едят плоть до нам давай под запись как эта идея влияет на формирование жизненной позиции и позиции потом человек идет жизнь и как вселенная на это реагирует смотри но начинает его балансировать человек если он с идеи вампиризма идет во вселенную по сути разрушать и вселенной что с ним пришли его штрафует как через снятие потенциала через различные жизненные ситуации в основном чаще всего страдают по здоровью годы жизни уходят маски психика до энергии закрывать пути возможности да потому что какая день то можно по вампирить не делать самому не нести за это ответственность ну в христианстве там все просто объясняется якобы там основной образ христа который уже расплатился за все грехи поэтому других людей а вот смотри если он был реально сумм божий если допустим он был этой идеи что бог и религия на мой взгляд это разные вещи если он был такой персонаж он реальный имел связь с коном то есть законом алгоритмом какой главный алгоритм вселенной в отношении людей скажем так ну сфере ответственности скажем так как она распределяется осуществляет не совсем вопрос ясен какой есть законно в отношении ответственности во вселенной применяю термины распространенные в индии условно хотя это русское слово это карма это ладно что такое карма возврат возврат долгов условно это ответственность за содеянное это как бы основное дело что хочешь но ты понесешься это ответственность обумиранга как я говорю не то вот если он реально сын бога то есть проводник кона стал бы он ломать самого себя то есть собственный закон и снимать ответственность со всех я не думаю это запускает немножко не нити процесс вот совершенно верно это разрушает отца его основной кон ответственности баланс это нарушает и баланс баланс и снимает ответственность а какой-то выгодно чтобы люди вот так ломали бога вот этим утверждением этой верой своей в первую очередь последовательным анти бога сатанистам и другим структурам которые заинтересованы так сказать в бессилии икона нашего и выничтожение человеческой природы и подобия он на некотором уровне люди носят себе этот алгоритм и закон ответственность совесть скажем так когда человек принимает из другого человека что с ним происходит причем добровольный мутация или что происходит ну смотри какая письма как ты это видишь да вообще очень страшно да фактически на физике он просто пьет вино и ест тесто но энергетика то там наложено другая важнее что на энергетике происходит он полностью входит в режим каннибализма до каннибализма это со стороны вселенной единственный ответ это уничтожение да он становится раковый опухоль который соответственно принимает и во первых энергию информацию о раке во вторых смотри сам отказывается от своего творчества начинает только чужое забирать я вижу я вижу механику там блокируется практически 70 процентов днк структуры фрактально и это тоже связи со вселенной нету поскольку вот эти все твои гармоничные структуры которые отвечают за резонанс за творчество за наполнение на полностью они отсекаются он сам придает приказ а то они выключаются на здание живыми не отказываться от этого сам по себе бьет и получается левая рука борется с правой сознание начинает убивать надсознание то есть подсознание прочим слова подсознание не совсем верно это надсознание объединение коллективная структура он от коллективного отказывается в пользу раевого начались кроме вам пилища и смотри что происходит дальше что он еще принимаем ответственность за что да он принципе передает ответственность на и сливается ответственность за свою жизнь на эгрегор тому же индивидуальной ответственности нет там только а в него что сливают в него счета падают до получается банкет заказа на оплачивать ему приходится да он отказывается от всего индивидуального все свою удачу все весь потенциал все будущее дает в общий пул который забирают более скажем так продвинутые вампиры они этот новичок болванчик а вот он получается является конечным потребителем в длинной цепочке каннибалов и по нему идет первый удар то есть основной каждый новый каннибальчик выпивший кровь сознательно сразу под удар попадает и пошло аварии проблемы подставы у него начинают воровать он ворует плодятся воры энергетика общее общество меняется и много чего другого сам болит начинаем семья разваливаться дети потому что семья тоже природа подобных вот просмотри все это функция попов при этом какая они проводники и распорядители в одном флаконе через них через у них идут новые подключки и у них принципе есть возможность те кто нормально бабла ли стоит в ту же церковь храму они могут как на паузу процесс деструктивного воздействия ставить то есть они как бы переключая знаешь поток говна на других сторонку ставят но это все временно это да не постоянно основу у них специальные есть обряд этот обряд закрыт он проводится как я вижу там ограниченное количество дом то ли соборуются они то ли еще что то есть соборование там потом чтобы после соборования происходит когда вот это вот накачанную энергию куда они делают смотри уже интересно и глазами они меняют на благодать на самом деле включается пылесос они и просто скидывают ну а сами думают что у них идет обмен да как вот это все прекратить на уровне энергетики вот эти механизмы все для реальные процессы магии что-то нужно сделать чтобы этот механизм не работал чтобы люди видели что это ну давай планчик и роге на кидаем планчик ну куда первое до начала что нужно учись стратегию разрабатывать видите разрабатывать стратегию хватит быть тактикой давай смотри истоки причин и следствия внутренний механизм уязвимые места и как минимальными усилиями максимальный ущерб на каком уровне это нужно быть но если минимальное воздействие то это на уровне условий отлично отлично как изменить условия для функционирования этого эгрегора этого всего процесса то есть и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Купол. Что такое? Техническим терминами. Конденсатор. Конденсатор и рупорная антенна усиливает. Крест. Ты уже сказал, фрактальная антенна, крестовидная. Либо... Не обязательно. Конденсатор, там заряд между, благодать. То есть там чаще всего были железные полы, если это как бы не для других целей. Для других целей там только снизу-вверх, сверху-вниз точнее гнало. А так-то... Если просто для энергии, для целительства, для чего-то, там разных потенциалов делалось, да, стоящая волна. Поэтому решетки, независимо от высоты, сетка Фарадея, чтобы не уходил заряд, и еще много чего. Вот человек входил в такой храм, что было раньше и что сейчас происходит потом. Как изменились храмы, что было раньше, опиши как-то это, когда все это работало. Раньше поток шел сверху, и он волной расходился от храма. Он входил в храм, и какая-то территория вокруг храма, она тоже звенела энергией. Да, там была стоячая волна. Которую можно было дальше транслировать, либо волноводом горизонтальным, проспекты, либо такие столбы были, которые создавали, дальше передавали это облако. Вот с красной артути, шарики на них были, беспроводные такие столбы. А сейчас вот тот же храм, я вижу, там обратный поток, обратный потенциал. То есть херачат вверх, собирают с географии, потенциал снимают. Даже если присмотреться в районе таких церквей, фруктовые деревья, они все покореженные, как будто после атомной войны. Выкачивают. А вот куда идет? Смотри. Где-то есть центр. Да нет, оно как пузырем, как полем вокруг планеты. Хорошо. Смотри, а тогда как можно ослабить этот грейдер? Включить реверс, пусть качает в землю. А как это сделать? Не обязательно. Ну, сгарбонизировать, скажем так. Кого? Почему? 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 c он же жертва, да, это жертвоприношение, если придать ему такой статус, как в принципе было, убийство. Умничка, но это глобально. И все люди, которые поклоняются, они становятся соучастниками убийства и соучастниками жертвоприношения, а не пользуются благодатью, так как он не добровольно отдаёт, а убийство. Ну, сейчас мы на информационном уме поразбираем, это как бы начало, мы как бы с конца идём. С людьми что можно сделать? Но тогда карма им сама прилетит, да, соучастниками. Да, но ещё хуже, вот сейчас у них уже они закапаны в какашках. Ты хочешь, ты говоришь, сейчас кинем ещё какашку, что-то изменится. Да ничего не изменится. Но это так. Но идея хорошая, умничка. Я хочу, чтобы вот новобранец мозг поломал немножко в просчёте вариантов, надо учиться. Илья, только через осознанность, они же по своей воле несут. А эгрегор, ну всё равно, ведёт-то эгрегор, программируется, там перестройка, смотри, чакральная система идёт, энергетика на эгрегор завязана. Как это исправить? Помочь людям, которые осознались, но их иногда дёргают, потому что эгрегор сильнее. Прямо совсем уточнил. Я понял. Ну, те, которые уже поняли, как их вывести с этого контр-управляющего. Помочь, да. Больше туда они почистились, поняли, выкинули, но их всё равно тянет. Либо там окружение, и по рядом, и прочее. Какая-то энергия осталась от старых стоячих волн, они ещё чувствуют, думают, что это Иисусик накачал им, помогает, а это всего лишь место силы, плюс времени же нет, поэтому те энергии-то ещё там, которые были до вторжения, когда ещё всё работало, когда была красная ртуть, яблоки под фрактальной антенны, под крестом и так далее. И она качала эфир. Как отсечь взаимодействие с, причём масса всех вот таких людей, колеблющихся, помочь им с эгрегором. Изменить их статус. В системе. А как? Ну, статус они уже изменили, они не хотят быть батарейкой, дойной коровой, но их тянет, потому что чакры там иногда ещё подсоединены, старые подключки, эгрегор сам подключается, когда-то разрешили и прочее. Ну, в общем, вот, помочь, чтобы их не дёргали, и плюс перестроить немножко энергетику. Когда они входят в церковь, что с энергетикой происходит? С икральной системой. Какой обмен? Энергообмен. Как это можно называть одним словом? Диагноз поставить? Ну, их вампирит тупо. Да. Их вампирит. Да. Вот это как... Что это такое? Как это остановить? Спасибо. Вот такой статус скачанный. В мозги, понятно, забили зомбирование, что это хорошо, благодать типа. Ну, эгрегор вырубил мозги. А выкачанность всего, всех чакр, слабость, что это такое? Как это... В каких ситуациях ещё подобное состояние бывает? Некая вялость. Ну, это усталость на физике. Ещё? Да, ещё. А если это длится несколько дней, то это что? Депрессию. Ну, а депрессию, несколько дней усталости, бессиленности, это... При каких состояниях бывает? Даже уже Мона улыбается. Она уже поняла. Вот даже уже Мона. Это разбалансировка. Да, но абстрактно. Давай мысли с символами, идеями, то бишь абстракцией. Не белка сядет на березе, не обезьяна на пальме, а животное на дереве. Назови это одним термином, словом. Символы, мысли на более высоком уровне. Давай. Символы, магические. Магия – это символы. Ну, с белкой проще. Это естественное среда обитания. Опять же. Нет белки, есть животное. Ну, правильно. Естественное среда обитания животного. Следующий сеанс будет «Почему у тебя по развитию твоего абстрактного мышления». А сейчас давай добьем как есть. Неестественный энергообмен, как в церкви. В каких ситуациях с человеком еще бывает? Во вред ему, когда. Крещение, молитва. Ну, это вся вот эта хрома. Магия – это ритуал. Да, да, да. А в каких еще местах бывает такое же состояние человека, когда эгрегор прячивает, когда он обессиленный, когда не может думать, мозги забиты чужими вредоносными программами. Есть еще одно здание, скажем так, где почти все то же самое. Тоже свой эгрегор, тоже затягивает. И примерно такая же идея, но... И кресты там тоже есть. Другие, но есть. Суды, что ли? Татьяна, да, обожаю. Нет. Судах кресты, ну, что ты. Там тоже черные священники. Да, да. Все по-одному, все эгрегоры по одному типу, да. Отказ от всего, разделить, перекинуть карму и все прочее. Да. Суды наши тоже явно не судят, а занимаются тем же самым. Что и в церквях, что и в казино, что и везде. Перекидывание кармы. Спрашная несправедливость. Это специально так делается. Да, но... Илья, ну, кресты на всех окнах есть. Тут любое административное здание подходит, где вставлены окна там... Не, вот на символьном уровне. Не две палочки, а вот именно как символ. Прям флаги есть, изображение этого и так далее. И люди против своей воли туда практически идут тоже. Чувствуют себя подавленными. И идут, когда им плохо. Это больничка. О! Крадил, отлично. Так. А как это исправить тогда? Любая болезнь, это не на физике. Она же на энергетике сначала, скажем так, происходит. На причинном уровне. Что у нас есть из инструментарий, из зоопарка, который может на причинном уровне устранять нарушения? Доктор. Отличненько. Давай сначала с доктора. Давай, Грегор, больнички представляем и запускаем туда доктора. Говори, это твое епархия во всех больничках, чтобы он был. Пусть лечит и докторов нынешних, которые совсем не лечат, опичкают химией, чтобы люди болели еще больше. Масштаб планетарный? Бабки. Да. Копируются, оглавенствуют. Да. Эгрегор. Все делаем, он тоже. Показываем. Эгрегор ему в подчинении, да? Да. Вся эта энергия ему лечить, в первую очередь, докторов. Отключать от эгрегора энергообмена с ним, чтобы они не с больных качали и не с эгрегора. Сами крутые за счет больных, умирающих, не вампирили, а сами, в первую очередь, были гармоничные и сами больше отдавали. Доктор это тот, кто отдает больше других. Вот таким он помогает в резонансе. Ну и плюс отсекает поступивших от всех остальных эгрегоров. Чистит мозги, потом в информационном уровне прежде всего лечить надо, то есть чистит мозги. Показываемый вирус этот, вампиризма. Извращение, изменение. Что он, вирус прежде всего, уничтожает тот. Идею вампиризма. Вот он, источник всех бед людей, практически всех. Это в основу положено всей нашей цивилизации. Нас это впихивает. Вампиризм, каннибализм. Абортивные материалы в Кока-Коле. Человеческий. В вакцинах. Причем не самое лучшее качество. Дебилы, жертвы и прочее. Вот идея искажения, и нампиризма. Будут тоже искажения в Кока-Коле. Показывает, что вирус поразил. Опять же, очередь чистить вирусы. В мозгах докторов саму идею у людей. Да, извлекает. Ставит на замену максимальную самоотдачу. И пошел работать. И в то же время, чтобы чистка была наиболее полной, ему в пару следом судья, который расторгает все контракты, которые привели человека в больницу. Что он пострадал. Она входит. Сам виноват, то сам получает. Если кто-то, то помогает. Судьей милиционер. Даже собачки на восстановление немножко хиньки могут привлекать к хорошим, к плохим пантерок. Пошел процесс. Теперь здоровье – это гармония со Вселенной, резонанс. Что делать с теми врачами, которые не подлежат коррекции? Судья. Он решит, что делать. И такие идейные больные следуют своему выбору и начинают болеть. Это их выбор. В пике, естественно, умирать, что и происходит. С различными масонами, однополовцами, проводниками Грегора, Живанецкого, Джигарханяна и прочими масонами-актерами. Виктюк, вот этот вот бандеровец, однополовец, ненавидящий Сталин и так далее. Вот листопад начался. Начинают с самых одиозных, с самых больших прокачанных и пошло вниз. Это уже происходит со всеми. То же самое, бери одну церковь, информационно каналы работают. Все уже знают, что церкви не для помолиться. Люди перестают туда ходить, взаимодействовать с Грегором. Крестить детей перестают. Но которые сомневающиеся, доктор, внутрь церкви копируется. Всех церквей. Давай, представлю, все церкви. Начнем с запотопных христианских. Наши, так называемые, проводники. С такими луковками, такие рупорные антенны. Резонаторы Гельмгольца. Для очень точной постройки под чистоту. Идеальной. Потому что они были после потопа, когда все ослабло, и нужно очень точно было подстраиваться. Чистоту под вибрации. Соборы потрезденских вот этих вот. Так называемые католические, которые в Сибири есть, и в Китае есть, когда штуканин в 19 веке понастроили массу. И в Южной Америке, и в Северной. Индийцы, наверное, строили по официальной версии. Везде доктора. Доктора, доктора. За ним милиционер, за ним судья, то же самое. Доктор, прихожан, лечит. Он энергетическое взаимодействие, чакры чистит. Отсекает вампиризм Грегора. Настраивает на гармонию со Вселенной. Зачищает мозги от зомбирования. Слой снимает пленку. Энергию трупов, которые напихали в церкви, он тоже чистит. Но это пантерки. Да, освобождаем духов. Угу. Это пантерки. Чтобы померки умерших не открывали мозги. Не открывали энергетику больше. Потому что бог – это не трупы, бог – это не религия. Должно работать везде, даже внутри религии. Раз религии – проводники икона, они должны быть гармонизателями. Чуть выше Эгрегора поднимаемся. Гармонии тыкаем сверху в эту медузку большой. Эгрегор. Это копия медузок аналитической. А медузок уже нет, поэтому протыкаем. Да, пошла сдуваться, растекается. Люди, которые начинают думать о церкви, получают взаимодействие с судьей и с доктором. Они к ним приходят и работают. Они же за исцелением приходят. Цельность. Вот они получают цельность у Вселенной. Они же приходят за здоровье, получают здоровье на уровне причин. Квантово-магическое. Они приходят за объединением, они получают объединение со Вселенной. Да. Доктор, следом судья. Да, они за справедливость тоже приходят. Пусть судья объясняет, что если они хотят быть жертвой, они будут. Поэтому программа жертвы на себя вешают, уходят. Если они жертвы, к ним Вселенная идет им навстречу. У них начинаются проблемы, потери, давленность. Решили. Жертвой будь. Судья будет проявлять осознанность, а там уже человек будет сам делать выбор. Да, да, да. А до этого доктор просто будет. Операбельных, так сказать, отрезать от управляющих контур. Угу. Совершенно верно. А не операбельных на перезагрузку. Угу. Контерки тени. Самых упертых. Хотят вампирить, пусть вампирить. Для вампирства есть мир и тени, нижний уровень, уровень Тора. Даже не в нашей вселенной. Пошли нахер. Не хочешь общаться с Богом напрямую, с Коном? Это твой выбор. Не общайся. Иди туда, где Кона нет. Есть несколько таких вселенных. Вперед. Тени помогут. Да, пошел процесс. Следим, доводим до ума. Продолжение следует.